Серёжа, иди работай! Какая он творческая личность? Люблю туризм, путешествовать, походы в горы. Тёща Ураган! Я человек талантливый. Если вам не страшна будущая тёща, значит, это любовь. Эта предостерегающая фраза должна многое сказать будущему зятю. Отношения между тёщей и зятем всегда очень сложные и непредсказуемые. О них ходит масса шуток и анекдотов. Отношения многих зятьёв со своими вторыми мамами – это просто песня, которое заканчивается печально даже разводом членов молодой семьи. Наши сегодняшние герои совсем запутались в своих конфликтах. Попробуем помочь им разобраться. И в этом нам, конечно, помогут наши уважаемые эксперты. Сегодня в нашей студии Анна Цепа – волонтёр и публичная личность. Поприветствуем. Ольга Войновская – психолог. И Артём Пепа – адвокат. И давайте отдельно поприветствуем нашего визажиста Эльвиру и её модель Юлию. В конце программы мы увидим, как Эльвира подготовит Юлию для праздничного семейного вечера. Одежда ведущих представлена сервисом проката платьев Натальи Кравчук. Отношения зять-тёщи разнообразные и эмоциональные. И хорошо, если два человека умеют брать себя в руки, и отношения выстраиваются, если не тепло, то хотя бы нейтрально. Но очень часто зять и тёщи – это самые заклятые враги. Ну что же, давайте разбираться, что к чему герой нашей первой истории Сергей. И у него есть, что рассказать о любимой тёще. Меня зовут Сергей, мне 27 лет. Я ведущий корпоративов, свадьбы, мероприятий, комода, в общем. Увлекаюсь спортом, кроссфит, люблю туризм, путешествовать, походы в горы, пляж, тусовки. Со своей девушкой я познакомился на одном из корпоративов. Сейчас мы с ней проживаем в гражданском браке. Свадьбу пока не планируем, так как очень нужно много денег. И пока таких средств не имеем, детей не заводим тоже, потому что нету пока такой возможности финансово их содержать. То есть это определенный уровень ответственности, который я пока не готов на себя взять. Все бы в нашей жизни было бы хорошо, если бы не любимая теща, которая постоянно сует свой нос туда, куда не надо, интересуется тем, что не нужно было бы ей знать, раздает свои ненужные советы. Такая она, короче, любопытная женщина. И Сергей вот сегодня в нашей студии. Сереж, здравствуйте, спасибо, что вы к нам пришли. Вы сказали, что теща все время сует нос в ваши дела. Расскажите, пожалуйста, нам очень интересно, как вообще происходило знакомство с тещей? Всегда ли были у вас такие отношения? Или с какого-то момента они начали превращаться в то, что сейчас есть на самом деле? Да нет, поначалу теща была вообще адекватная, то есть хорошо общались. Даже любить ее, наверное, начал вначале, а потом начала ссувать свой нос. Типа прожила всю жизнь, больше знает, у нее опыт. Короче, она начала быть в моей жизни постоянно. Ну да, так нехорошо получается. Все-таки у вас с вашей любимой женщиной должны быть свои отношения, да? Без даже мамы вашей любимой. Ну, а в чем все-таки основные причины нехорошего отношения сейчас? Конфликты происходят. Ну, она заставляет, получается, меня идти, искать дополнительный заработок. То есть я личность творческая вообще. Прямо заставляет каждый день? Она приходит к вам домой и говорит, Сережа, иди работай? Или как так получается? Нет, то есть мы живем в одной квартире у тещи. А, то есть вы живете вместе? Вместе с тещей? Сережа, вам не кажется, что это too much для молодой семьи жить вместе с любимой тещей? Да, в принципе, нет. Если бы теща была нормальная, то все было бы хорошо. Подождите, а если у вас такие разногласия с тещей, почему вы, Сергей, как глава семьи, не предпринимаете никаких шагов, чтобы, собственно, разделить эти конфликты? Если бы вы жили отдельно со своей супругой, да, то, возможно, было бы все по-другому, и она бы не мешала вам. Ну, молодая семья, то есть бывает нестабильный доход, то есть мы пробуем, есть свои уроки, есть свои ошибки, поэтому нам для этого нужно время. В смысле молодая семья, иногда не хватает дохода, да, вашей молодой семье? То есть вы сейчас хотите сказать, что благодаря вашему совместному проживанию с тещей, да, она вам финансово помогает, то есть так? Нет, финансово она не помогает, то есть мы финансово сами зависим, ну, просто не платим за жилье, по крайней мере. А хотелось бы, чтобы помогала? Да нет, в принципе, ни к чему. Ни к чему не хотелось бы. Но, тем не менее, услугами пользуетесь, да? Услугами жилья. Жилья. Ну, так это же здорово, что она вас не выгоняет, ведь она тоже человек, может быть, ей хочется жить отдельно от вас. Она вот так вот разрешает вам жить, и, может быть, она своими претензиями к вам старается помочь. Да, и вывести вас на уже более хороший уровень достатка семейного, вам не кажется? Нет, мне не кажется, потому что я сам знаю свой путь и знаю, что я делаю, то есть мне советы посторонних вообще не нужны. А она пытается навязать то, что я считаю вообще глупым. То есть сейчас, получается, Серёжа, мать вашей любимой женщины, вам посторонний человек, как вы сказали. Да. Абсолютно. Да. Ну что, я предлагаю всё-таки послушать ту женщину, которая не даёт жизни молодой семье. Тёща Ураган. Людмила. Мы вас поприветствуем. Людмила в нашей студии. Ну что я могу рассказать о себе? Я человек творческий, творческий во всём. Я и художник, я и режиссёр. То есть, как бы, недостатка талантов у меня нет. Могу без гордости ложной сказать, что я человек талантливый. Люблю путешествовать очень. Люблю путешествовать и в экзотические дальние страны, а также, ну, походы пешие тоже, так, для здоровья. Ну и полюбоваться, как художник. Иногда с собой возьму этюдник. Дочка – это моя слабость. Я её одна растила, я её холила, лелеяла, баловала. Я в неё впитывала, она у меня всё самое от меня хорошее. Все таланты перешли к ней. И художник она, и вкус у неё хороший. И связалась она с вот этим вот, грубо говоря, альфонсом. Я не знаю больше, как его назвать. Не зять же он мне. Живут, так, говорится, во грехе. В гражданском браке, даже и браком-то не назовёшь. Она говорит, любовь у нас, любовь. Какая любовь? Я думаю, он вообще её или опоил, или к бабке ходил. Да смотреть не на что. Я бы взрослая женщина, и то бы не позарилась. И я её пыталась убедить, поговорить по-хорошему. Доченька, ну, посмотри на него трезво. Кто он такой, и кто мы, и вот к чему приведёт ваша такая жизнь? Не понимает? И по-хорошему говорила, и убеждала, и пыталась даже выгнать его. Ничего не... Вот надежда только на ваших экспертов. Здравствуйте, Людмила. Спасибо, что вы к нам пришли. И вот хотелось бы узнать, чем же вам всё-таки не угодил Сергей? Вот посмотрите, красивый молодой человек, возможно, перспективный, творческая личность. А вы прям его так тонкую натуру, жёстко, прям так не даёте жить. Здравствуйте. Что происходит? Я женщина интеллигентная. Я приняла его очень хорошо. Но когда уже вот это вот перешло все рамки, он лежит, ничего не делает. Он говорит, я творческая личность. Какая он творческая личность? Он ждёт, когда будут корпоративы, какие-то там свадьбы. Это же не каждый день. Это бывает там, ну, раз в месяц, ну, может, иногда чаще. Вот. И кто-то должен содержать нашу семью, раз он поселился. Мы привыкли путешествовать с дочерью, куда-то там за границу ездить, нормально жить. А теперь вот содержим, грубо говоря... Бустое время, вы не торопите события просто. Да? И сколько ждать? Сколько, да, столько и будет ждать. Вот вы сейчас так говорите, как будто бы Сергей совершенно ничего не делает. Вот как-то там раз в три месяца отведёт какой-то корпоратив или праздничный вечер, возвращается, даёт вот эти несчастные копейки и больше ничего не делает. Ну, разве так? Разве он совершенно не помогает вашей дочери? Ни дома, ни морально. Просто живёт за ваш счёт и пользуется всеми благами. Как это получается? Он даже сумки мне никогда не... Ни ей, ни мне не помогают. Из магазина тащим сами. Мы не привыкли к этому. Серёжа, почему так получается? Да у меня просто ряда мне дана при увеличении. А может быть, вы нетерпеливо пока относитесь к его профессии? Всё-таки молодой парень, его заметят, научится вести программы все вечера профессионально, и пойдёт у него успех. А вы вот так сразу взяли его и обрываете. Вот расскажите про себя, а вы чем занимаетесь? Ой, у меня... Я всю жизнь работала и училась, я и художник. У меня уже в её возрасте уже выставка первая была. Так, то есть вы тоже творческий человек? Конечно, я и режиссёр. А это что, тамада? Это разве творчество? Это... Ну подождите. Не тамада, а ведущий вообще. Ну какая разница? Это деньги не приносит. Почему ты как альфонс, грубо говоря, должен жить за наш счёт? Почему? Вы просто не видите тех денег, которые я зарабатываю. Да, мы их не видим. Серёжа, а почему так получается, что Людмила не видит тех денег, которые вы зарабатываете? Вы живёте у неё в квартире? Ну, мы с супругой тратим деньги, то есть покупаем вещи, едим, ходим на мероприятия, посещаем всякие тренинги, то есть... С тёщенькой любимой не делитесь. У меня очень интересный вопрос появился к Людмиле, но его я озвучу после небольшой паузы. Мало, какой мужчина выдержит такую темпераментную женщину. Таких любовь ещё миллион у тебя будет. Это не твоё дело. Либо откровенно, либо никак. Людмила, скажите, пожалуйста, а есть ли вообще в принципе такой человек, который подошёл бы к вашей дочери? То есть понятно, что это не Сергей, но вообще в принципе он такой существует. Кто это? Брэд Питт, Киану Ривз. Кто достоин руки и сердца вашей кровинушки? Нет, я не завышаю планки, как бы я же говорю, я к нему отнеслась поначалу хорошо, я его восприняла, он даже сам говорит. Уже творческим приняли, то есть вы с самого начала знали, что он ведущий? Да, нет, но он внешне такой положительный, симпатичный, вроде бы и она его любит, вроде бы и он её. Я надеялась на лучшее, понимаете? Но когда вот это изо дня в день лежит на диване возле телевизора и ждёт вдохновение, видишь ли. Ну, Людмила, я с вами... Мы просто с вами так встречаемся, что я на диване лежу, а встречаемся очень редко. Люда, вы не думали о том, что вы человеку просто не даёте никакого шанса? Вы постоянно говорите, что он лодырь, вы постоянно говорите, что он не амбициозный, не перспективный. То есть у Сергея, как у главы семьи, нет даже никаких прав и обязанностей, как человек с таким подавленным самомнением о себе может чего-то достичь, ну, не знаю, в рамках вашей семьи и вообще в целом в социуме? Ну, вот сколько вы уже живёте вместе? Ну, где-то около года, я точно не могу сказать, но мне... Ну, давайте округлим, уже год. Ну, почти, да, но мне это как 10 лет кажется, просто это, не знаю. Оль, ну, мне кажется, год это уже хороший такой период начальный. Подождите, а как можно сделать уже какие-то выводы? Как проходила свадьба, Серёжа? Свадьбы не было. Свадьбы не было? Серёжа, то есть вы живёте в гражданском браке уже около года, и... А вы вообще... Планируют, да. Планируют, а когда это всё планируется? Немножко позже, когда будут финансы, то есть на свадьбу мы хотим заработать сами. Ну, вот видите, какая ситуация получается, год уже вместе живут, мама это всё наблюдает, финансов не приумножается, машины не покупаются, квартира не покупается, дочь работает? Она работает и подрабатывает. Работает и подрабатывает. А пока Сергей у нас остаётся таким пассивным персонажем. Вот я перехожу на сторону Людмилы и считаю, что всё-таки вы, как мужчина, Сергей, должны брать финансовую часть в свои руки. Это не говорит о том, что ваша женщина не должна вам помогать, но вы же мужчина, вы же должны обеспечивать семью, да, как это завелось ранее. Творческая личность, творческая личность. Это что, творческая личность, это не мужчина? Нет мужчина, но руками работать она не может, творческая личность. Хорошо, руками работать не надо, вас никто не отправляет на стройку. Займитесь твоей профессией, но возьмитесь за нее. Я взялся за нее. Мне кажется, Алена, мне кажется, человеку творческому надо вдохновение. Возможно, у него его муза будет Людмила. Недостаточно вдохновляет его. Я считаю, что он абсолютно счастлив. Он не живет в проголоде. Он ходит в красивой одежде. У него любимая женщина. У него есть свой угол. Так какое еще вам вдохновение нужно, Сергей? Вдохновение. Больше работы, дорогие заказы. То есть для этого должен быть мой соответствующий уровень. А уровень приходит с годами. Вы посещаете какие-то мастер-классы? Сергей, совершенствуется? А вот вы это видите? Я не вижу. Вы даже видите, речь неграмотная. Не вдохновение, а вдохновение. Какой же это пример для моей дочери? Я ее 18 лет родила. А для кого? Для такого Альфонса, грубо говоря, что ли? Нет. Я не знаю. И живут в гражданском браке. Это вообще грех, я считаю. Но может, оно и лучше, может, расстанутся. Я не хочу. Подождите, вы сильно не переживайте. Может, действительно, еще поживут вместе, еще придут к какому-то решению. Не всегда гражданский брак заканчивается штампом. Люда, скажите, пожалуйста, а если все-таки Сергей созреет и попросит руки вашей дочери? Ну, я надеюсь, если такое произойдет, то он уже тогда к чему-то достигнет, понимаете? Ну, не в таком, как бы, состоянии. Это же не человек, это амеба какая-то. То есть вы свою дочь все-таки не хотите ему отдавать? Нет, не хочу. А вы настраиваете вашу дочь против Сергея? Я не настраиваю, я просто провожу с ней беседы. Скажите честно, давайте откровенно. Либо откровенно, либо никак. Я провожу с ней беседы, я ей пытаюсь открыть глаза. Я ей говорю, доченька, ну, посмотри, ну, как бы, как взглядом со стороны, ну, что это такое? Да, а кто кроме мамы это еще скажет? Да, я же ей добра желаю. Она мне не хочет слушать. Она говорит, мы любим друг друга, он меня любит, я его люблю. Я говорю, да таких любовей еще миллион у тебя будет. Она неопытная еще у меня. Собственно, поэтому вы, наверное, и одна, да? Это не твое дело. Твоя мать сплавила тебя к нам? И радуется. А я должна с тобой вот это мучиться. Людмила, ну, если ваша дочь говорит вам о том, что она любит Сергея, у них все хорошо, они счастливы, и я так понимаю, что конфликты возникают, потому что вы постоянно вместе находитесь, да, вы же вместе живете. Может быть, вам переехать? Это моя квартира, я ее зарабатывала. Почему он живет, как приживала, почему пусть сами идут на квартиру, но так у них средств не хватает. Он говорит, что я не помогаю. Я помогаю, я все покупаю, чтобы они сами бы смогли. Ничего. Что ты покупаешь? Интересно такое. И не тыкай мне. Очень острый вопрос. Мне кажется, здесь скоро до рукоприкладства может дойти. Таким образом, я хочу познакомиться все-таки с этой девушкой прекрасной, которая вынуждена жить... Между двух огнями. Между двух огней, да, Аленушка. Итак. Женя, здравствуйте. Расскажите, вот как вам? Комфортно уживаться в такой ситуации? Очень весело, так необычно и интересно. Оба творческие люди. Мама привыкла командовать всю жизнь, наверное, поэтому у нее с личной жизнью не сложилось, потому что мало какой мужчина выдержит такую темпераментную женщину. А Сергей, он более такой спокойный, ему, конечно, поначалу очень тяжело было привыкнуть к обстановке у нас дома, вот, но он как-то вот научился уживаться с мамой, хотя мама каждый день нам все новые и новые сюрпризы подкидывает. Жень, скажите, пожалуйста, вот вы живете гражданским браком, и когда наверняка собираетесь с друзьями где-то, к вам как обращаются? То есть вам не обидно, что говорят, вот, там, девушка, супруга, Сереж, кто? Кто эта женщина тебе? Не было такого? Будущая жена. Будущая жена. Будущая жена, то есть кто же достаточно вместе? У нас друзья такие же современные, как и мы, и для нас там брай в паспорте не имеет такой вот ценности, как для мамы. Мы живем вместе, мы любим друг друга, если у нас возникнет необходимость, мы, конечно, пойдем и оформим наши отношения по закону. А как называется эта необходимость? Ну, если у нас, допустим, запланируем ребенка завести. Только из-за этого, да? Ну, нет, не только из-за этого, либо, не знаю, захочется нам так, однажды проснемся и решим, что вот нам необходим просто штамп в паспорте. Ну, смотрите, Жень, у нас проблема в том, что ваша мама и супруг не могут найти компромиссов в своих отношениях. Я думаю, что они просто не хотят его искать. А вы видите этот компромисс? В принципе, да, мы видим этот компромисс, и мы уже над этим работаем. Опишите ситуацию, смоделируйте, пожалуйста. Мы работаем над тем, чтобы скопить какую-то часть денег и оформить ипотеку на свое собственное жилье. Вы только работаете над этим или вы уже копите деньги? Уже копим. Ага, то есть видите, Людмила, все-таки и ваша дочь, и зять каким-то образом дособирают маленький свой капитал. Может быть, вы слишком остро на это реагируете, как вам кажется? Может, вам стоит морально Сергея поддержать? Вот вы тоже творческий человек. Помогите. Может быть, вы какой-то совет дадите хороший? Вдохновите Сергея, и у него пойдет карьера наверх. Я считаю, что я не тоже творческий, я в первую очередь творческий человек, а он это просто, ну что, ведущий, это не творчество, это так. Вы считаете, что ведущий не востребован? Ну, такой, как он, вряд ли. Во-вторых, как они копят? Не хватает профессионализма. Как они копят? Она работает, она подрабатывает, понимаете? То есть две работы, можно сказать. Она же девушка вынуждена, да. То есть девушка работает на двух работах, я считаю, что это ненормально. Конечно. Девушка должна, во-первых, отдыхать морально, физически и за собой следить. Да. Вот, мне кажется, Людмила так в свое время и делала, и хорошо выглядит. Мы с тобой сейчас говорим о современном обществе. Женя в первую очередь сказала, что они современные люди. Хотят распишутся, хотят не распишутся. Хочет две работы Женя имеет, а Сережа лежит на диване. Хочет, нет, мне кажется, это их дело. Но теща своим, таким вот, знаешь, поведением в отношении Сергея, мне кажется... Забота. Олечка, это забота. Это не забота, это заборы. Она строит заборы. Так что давай, мне кажется, разберемся в этой ситуации с помощью наших дорогих экспертов. Хочу спросить нашего адвоката Артема Пеппу. Скажите, пожалуйста, Артем, много ли вы на своей рабочей стезе повидали таких историй? Много ли было разводов из-за того, что тещенька, любимая, не дает жизни молодой семье? Очень много. Потому что я бы сказал, что это, наверное, основная проблема, когда... Одна из основных проблем, когда браки распадаются. Может быть, профессиональные психологи более детально обрисуют эту ситуацию, но... Учитывая вот этот конкретный случай, что бы я рекомендовал? Если все-таки дело дойдет до брака, то обязательно заключать брачный договор. Потому что когда есть такой фактор в виде тещи, которая против конкретного зятя, то браком не закончится то, что она будет всегда нацелена против него и относиться к нему негативно. Поэтому вот как раз брачный договор решит эти вопросы, потому что у каждого... Там будет четко прописано, каким образом будут оформлять ипотеку, если будут это делать, да, как приобретать недвижимость, автомобили и так далее. Поэтому я бы вот однозначную рекомендацию дал в этом плане. То есть, спасибо. Людмила, но мне кажется, даже если дойдет до брака и будут оформлять брачный контракт, то все равно все, что заработала ваша дочь, останется вам. Потому что, а что будет написано, что на квартиру большую часть вкладывала деньги Евгения, да? Ну, а Сергей вдохновлял Евгению на работу своим творчеством. Вот заберет свое творчество и пойдет и дальше. Можно, пожалуйста, я спрошу Ольгу Войновскую. Есть такое мнение, что когда люди в браке, у них как бы все получается гораздо лучше, чем двое людей просто живут в гражданском браке. То есть, и отношения крепче, и какое-то семейное понимание, идут на компромиссы лучше. То есть, возможно, какой-то психологический барьер в этом состоит. Если теща будет знать, что ребята расписаны, будет представлять их как одно целое, может и проблема уйдет? Ну, вы слышали на право, что есть такое мнение, что брак все-таки немножко отношения укрепляет. Это вообще другое отношение к этому формату. Это правда. Но в данном случае ситуация совершенно другая. Я здесь, на данном этапе, поддержу, конечно, Сережу. Вот давайте порассуждаем. У этих молодых людей есть самое главное – любовь и отношения. И не соглашусь с тещей в том вопросе, что этих любовей может быть миллион. Нет. Если есть любовь, им нужно всячески беречь. Второе. Отношения только год. И фактически, что дает мать, в данном случае теща, всего лишь кровь над головой. То есть для любимого ребенка мы сейчас о чем говорим? Посмотрите, присмотритесь. И вообще потенциал очень хороший. Вот этой пары, я слушая Сережу, слушая Женю, видно потенциал, правда. Это люди, видимо, друг другу очень подходят. Потому что при даже таких, скажем, сложных фоновых вещах, они борются за отношения. И за это им просто почет. Потому что это очень сложно. Особенно, знаете, в душе самой дочки. Представляете, два любимых человека – мама и мужчина любимый. Представляете, каково ей. Поэтому, если мама любит свою дочь, она должна, конечно, в первую очередь поставить интересы дочери. Но в защиту людых хочу сказать такую вещь. Да, есть такие темпераменты, когда хочется все и сразу. Это раз. И, конечно же, год для кого-то это не время, а для кого-то это уже слишком много времени. Поэтому здесь вот эти вещи работают. Понятно, что Сережа все видит вперед, реально он рассуждает, совершенно правильно. Но наша женская психология, она больше вот такая, что если бы что-то хотел дать, уже бы дал за полгода. Ну, на практике-то не так. И что еще третье, хочется очень важное сказать. Все-таки творческая личность, тамада – это творческая личность. Быть тамадой, хотя это ведущий, это, конечно, тоже нужно иметь талант. Это такой мозговой процесс, постоянно штурм, вовремя все сказать. Это правда талант. Поэтому здесь я на стороне Сережи. И правда, творческие личности руками не работают. Я бы в качестве рекомендации пока оставила тот момент, что давайте еще посмотрим, давайте еще, ну, немножко понаблюдаем. Оль, Оль, спасибо большое, мы поняли, поняли ваше мнение. Я хочу спросить у Анны, были ли в ее жизни такие случаи? Девушка молодая, работает волонтером. И, кстати, замужем. И замужем. Расскажите свой пример, как вы познакомились с мужем, как вы начинали жить и как настроились ваши отношения тоже. Неожиданный вопрос. На самом деле начинались очень хорошо, потому что мой муж знал, что он берет в жены человека, который занимается общественными проектами. Поэтому понимал, к чему ему стоит готовиться. И я на берегу договаривалась о том, что я буду ездить, я буду путешествовать, я буду все время в каких-то командировках, я буду все время там вечером, может быть, что-то делать или вот как-то. И он понимал, что вот его женщина всегда будет активна и отдаст приоритет, не знаю, не вкусной каше, а какому-то мероприятию. Поэтому, мне кажется, когда есть возможность договориться на берегу о том, что вас ждет, да, какие у вас личные ценности, личные приоритеты, к чему вы стремитесь, чего вы хотите, то тогда у второго человека есть как бы право выбора. Я тебя очень люблю, но ты знаешь, мне вот твой путь, ну, как-то не очень близок, я не знаю, там, не хочу быть женой президента или мужем, да, президента. И вы тогда расходитесь, несмотря на какие-то чувства. Либо вы садитесь и понимаете, что это интересно, и действительно вместе быстрее дойдете к этому. Анна, спасибо большое за мнение. У нас в студии совсем скоро развернется еще одна непростая семейная история, но поговорим мы о ней сразу после короткой паузы. Я всегда мечтала со своей невесткой дружить. Идеальная жена. Больная тема для вас. Про невесток и свекрови анекдотов гораздо меньше, но это не значит, что существует меньше грустных историй с их участием. Сегодня в нашей студии Марина, и она не в восторге от своей невестки. Смотрим на экран. Меня зовут Чистякова Марина Викторовна. Ну, какого хобби у женщины? Ну, люблю деньги, люблю шоппинг, люблю косметические салоны. У меня два высших образования, экономическое, педагогическое. Я работала на нескольких работах, умею делать очень много. Надо себя любить. Себе я уделяю время с утра до вечера, скажем так. В одежде я предпочитаю разные стили, это зависит от того, куда я иду. Что можете сказать о своей невестке Ане? Какая она? Ну, Анечка, в принципе, ну, как бы неплохая девочка, но она немножко представляла другую невестку. Аня, наверное, больше, наверное, такая, ну, как домоседка, наверное, больше домашняя, такая немножко закрытая. Если бы захотел, если бы постарался, то мог бы найти лучше. И мне очень больно за вот этот вот выбор, потому что мне теперь нужно вот его принять, прогнуться и как-то с этим жить. Проходите к нам. Здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам сегодня в студию. Ну, расскажите, такие же у вас баттлы с невесткой происходят, и что это значит принять, прогнуться и как-то с этим жить? Здравствуйте. Ну, у меня такая ситуация, что мой сын привел в дом золушку. А эта золушка, ну, никак не хочет становиться королевой. А мне бы хотелось, чтобы у моего сына была жена королева. Да. Достойно. А можно поподробнее, почему золушка, она занимается домашними делами, и вам это не нравится? Что в этом плохого? Нет, ну, это было интересно первую неделю, вторую неделю, третью неделю. Я всегда мечтала со своей невесткой дружить, чтобы она мне была подругой. Ну, то есть, чтобы она чем-то вот походила на меня, то есть, чтобы было что-то общее. У нас постоянно идет уборка, протирка пыли, какие-то пряники печем. Ну, вот так, чтобы вот как-то пообщаться, поговорить, чтобы было что-то общее, этого нет. И я больше всего переживаю за то, что наступит момент, когда моему сыночку это тоже может надоесть. То есть, Марина, получается, что в вашей семье, ваша невестка выполняет роль такой вот себе домохозяйки, тихой, спокойной, не конфликтующей абсолютно, и не является вам никакой подружкой. Да, потому что я очень ценю дружеские отношения. И я считаю, что это, ну, это может быть что-то одно из главных в отношении людей, семьи, на работе и так далее. Но когда человек добровольно себя запихивает в футляр домработницы, я этого понять не могу. Давайте посмотрим небольшое видео и узнаем, о чем же все-таки говорит Марина. Внимание на экран. Меня зовут Аня Чистякова, мне 28 лет, в браке я 2 года. Я люблю готовить разные сладости, тортики, капкейки сладенькие. Меня муж очень любит сладкое. Борщи я тоже варю. Но люблю танцевать, обучалась латинским танцам, сальса бачата. Я спортом немного занимаюсь, бегаю. Сейчас учусь на дизайнера интерьеров. Такое бизнес, хобби на дому по выпечке имбирных пряников у меня есть. Сокровь у меня такая хорошая женщина. Я вот так по-дружески, по-доброму к ней отношусь. Когда мы едем к ней в гости, я обязательно какие-то подарочки с собой беру. Что-то могу приготовить, отвезти. И очень хочу ей понравиться. Я люблю ухаживать за домом, за своим мужем, наводить порядки, готовить вкусную еду. Чтобы всем было хорошо, уютно в нашем доме. Анна со своим мужем сегодня у нас в студии. Давайте ее поприветствуем. Анечка, здравствуйте. Вот мне кажется, вы просто идеальная жена. Между прочим, это редкость в современном мире. Все девушки хотят зарабатывать на тебе на жизнь. Нет, я думаю, что мне не кажется. А кому не нравится забота, еще и когда живот полон и не хочет есть. Это замечательно. Хозяйка, красивая девушка. Давайте поаплодируем Ане. А что мне кажется? Подожди, но мы здесь не просто так собрались, да? Что не так, Аня? Что не так? Почему возникают конфликты? Ну, на самом деле, я не понимаю. Потому что, по моему мнению, что я хорошая хозяйка, выполняю роль жены хозяйственной, которая заботится о доме, о своем муже. Ну, так же и ухаживаю за собой. Ну, то есть я не очень понимаю, что конкретно не устраивает мою свекровь. Может быть, Марина хочет от вас дружбы, чтобы вы стали ее подружкой? Вам так не кажется? Возможно. А что в этом плохого, дружить с мамой своего мужа? Очень даже замечательно. У нас разница. У нас разница. Я говорю, пойдем в шопинг. Она говорит, нет, я лучше пряников напеку. Марина, скажите, пожалуйста, а ваша свекровь как к вам относилась? Давайте честно. То есть это больная тема для вас? Это больная для вас тема? Мы с ней не дружили. Вы с ней не дружили. Поэтому я хочу дружить. Вы хотите дружить, но своим стремлением вы не делаете ничего хорошего. Может быть, вы будете поощрять Анну, говорить, что она молодец, и сказать, а вот у тебя прекрасно золотые руки, давай я тебе сделаю подарок. Пойдем на маникюр. Ты будешь готовить пряники с красивыми ноготочками. Вот можно так подавать дружбу и любовь к салонам красоты? Ну, как вам сказать, я пробовала. Но дело в том, что после пряников мы вытираем пыль, потом драем полы. То есть вот как бы моя невестка, она себя добровольно загнала в состояние домработницы. И она не хочет оттуда выходить. Ей так комфортно. Ну, мое мнение, женщина, она должна развиваться. Она должна идти вперед. Просто я считаю, что сначала должен быть порядок в доме, а потом уже с ним. Но если ты будешь развиваться, если ты будешь работать, ты сможешь найти человека, который будет тебе делать этот порядок. А ты лучше с моим сыном поедешь куда-нибудь в путешествие на те деньги, которые вы вместе заработаете. Ну, как бы я вижу так эту ситуацию. Пока нет такой возможности у нас нанять кого-то, то кто-то же это должен делать. Марин, вот вам как кажется, Анна не подходит вашему сыну? Она никогда не исправится, она Золушка и останется. Принцессой она не будет. То есть вы хотите? Она не хочет. Вы уверены? Вот мне почему-то, вот мое материнское сердце мне так подсказывает. Давайте разберемся в этой истории. Я даже не знаю, как это назвать, конфликтом или нет. Ну, вот смотрю, улыбается Ольга, и как психолог у нее есть что сказать. Во-первых, конечно, мы опять здесь сталкиваемся с моделями. То есть у мамы есть модель отношений между невесткой и свекровью. Знаете, я хочу вам сказать, наверное, как мать. Три старших моих сына имеют уже свой выбор. Первая королева, вторая вот такая хозяюшка, третья человек науки. Мы не можем под одну модель подогнать всех невесток. Вот поэтому я здесь на стороне невестки, вот, и я думаю, что свекровь здесь немножко, значит, шалит. Нужно все-таки понимать, что должен быть счастлив сын, если вы мать хорошая сына. Поэтому давайте будем слушать его сердце, его мотивы и смотреть за тем, что нужно ему, а не вам. Спасибо. Что скажет, Аня? Мне кажется, здесь у каждой стороны есть своя правда и своя доля правды. И, наверное, мне кажется, если действительно мама, которая воспитывала очень много лет своего сына, то, наверное, она тоже видит какие-то, быть может, принципы, интересы. Как минимум, она, быть может, знает предыдущих девушек, которые были у ее сына. И, быть может, тоже у нее есть некоторое представление. Мы же не знаем, в каких условиях воспитывался сын. Быть может, бабушка была очень душевная, милая, а есть некоторый конфликт с предыдущей свекровью, тоже есть какие-то вещи. Поэтому, мне кажется, имеет смысл поискать компромиссы. В каких-то вещах, быть может, действительно стоит послушать свекровь, которая прожила, которая имеет определенный опыт. Если действительно знает, что женщина должна уметь себя подать, преподнести, я думаю, у нее есть чему поучиться. Быть может, если вам хочется в том числе заботиться о каком-то быте, выпекать, сделать, послушать свекровь и где-то попросить помощницу по дому, которая бы действительно драила, мыла, убирала, делала какую-то черновую, условно, работу, о которой мы говорим. А вы в то же время брали бы у свекрови какой-то опыт подачи себя, преподнесения. Ну, это все прекрасно, мнение девушек, а матки. И догадки, да. Мне интересно мнение Артема, как мужчины со стороны. Как мужчины, слушайте, вот эта ситуация, которую мы разбираем, мне кажется, что здесь Аня у нас абсолютный молодец, такой идеал девушки, потому что та девушка, которая мало того, что держит порядок у себя в доме, но та еще, которая приезжает к свекрови и наводит порядок там, и убирает и готовит, мне кажется, это джекпот как со стороны тещи, так и со стороны супруга. Поэтому в этой ситуации с юридической точки зрения все прекрасно, потому что я много видел, скажем так, браков, которые были расторгнуты, но здесь все прекрасно, все замечательно и проблем абсолютно нет. Я на стороне Ани, Аня молодец. А вот скажите, пожалуйста, вот большинство браков были расторгнуты, вот можно так сравнить, семей, где женщина отдавала себя мужу, детям, ухаживала за бытом, либо где женщина ухаживала за собой и совершенно забывала о своих домашних обязанностях? Вы знаете, вот больше, наверное, второй вариант, потому что когда женщина забывает о семье и больше уделяет внимание себе, то, соответственно, она становится некой такой единоличницей, да, и забывает полностью о том, что у нее есть еще определенные обязанности. А в первую очередь те женщины, которые уделяли внимание семье, детям, быту, они жертвовали собой ради семьи, и они гораздо более склонны к компромиссу, чем вот девушки в первом варианте. Спасибо большое. Марин, вам не кажется, что вы можете сделать фатальную ошибку, что вы научите Анну ходить по салонам красоты и заботиться о себе? Ей-то понравится. Она будет за собой ухаживать, а потом ваш сын просто станет ей неинтересен. Нет, я не думаю. Давайте узнаем у человека, который, конечно, да. Я, например, вижу ситуацию так. У Ани, в нее глубоко вложено вот это состояние золушки. Если я научу ее ходить по салонам красоты, смотреть за собой, она, наоборот, сохранит свою семью. Потому что пройдет несколько лет, но она станет ему неинтересна. Ну вот эти пирожки, ну они, ему будет это скучно, их постоянно кушать. Пройдет мимо какая-нибудь красотка, и он следом пойдет за ней. Вы строите эту модель семьи по своему опыту? Нет, нет. У вас какие отношения с мужем? У вас есть у меня? Я про свою личную жизнь не люблю разговаривать. Ну, то есть, если уже пошли такие разговоры, то мне кажется, что здесь что-то скрывается. Давайте узнаем у сына Марины. Нет, нет, это Константин. У Анны Константин. Здравствуйте. Прокомментируйте ситуацию. Мам, ну мне кажется, ты очень сильно преувеличиваешь вот ту ситуацию, которая у нас сложилась в семье. Я, на самом деле, свою девочку искал очень-очень-очень долго. Я ее очень-очень сильно люблю. И ты вспомни, чем закончилась сказка про Золушку. И ты же знаешь, что у нас стоят большие цели. Да, у нас очень многое не получается. Очень многое получается. Но мы не отказываемся от них. Мы идем, мы действуем. Моя девочка развивается. Она посещает разные тренинги. Она осваивает новые профессии. Ведь это здорово. И я рад, что она меняется. И мне хочется самому меняться ради нее. Несмотря ни на что. Поэтому я уверен, у нас с ней абсолютно все получится. Я и тебя очень люблю. Я понимаю, что тебе где-то сложно. Но всегда будет существовать вот эта вот определенная разница в понимании того, как важно жить, как нужно жить между детьми и родителями. Сына, поговорим с тобой лет через пять. И обсудим бытовуху. Что это вообще такое? С чем ее едят? Марин, вот скажите, пожалуйста. Давайте представим, что вы все-таки добиваетесь от Анны. Она следует вашим советам. Становится действительно принцессой и королевой. Вам не сложно будет уживаться с ней на одной кухне? Почему? Вот она все возьмет в свои руки. Она умеет и пряники готовить, и ногти у нее красивые, и за собой она следит, и с мужем у нее все хорошо. И вам не кажется, что она вас будет немножечко отталкивать от своей семьи? То есть вы будете только радоваться за успех Анечки и вашего сына? Я буду просто видеть, что, скажем так, женщина моего сына, она как бы хороша со всех сторон, не только с хозяйственной. То есть вы тихо уйдете, отойдете в сторону? Да, да. Уступите место? Да, да. Замечательно. Что ж, мне кажется, у этой истории абсолютно будет хэппи-энд. А наши дорогие девушки, которые уже нашли своего избранника, я хочу вам пожелать, чтобы вы никогда не забывали следить за собой и быть всегда красивой. Вы же прежде всего женщины. И о красоте и об уходе за собой не забывает наш визажист Эльвира, которая подготовила для нас уже Юлию. И она с таким макияжем пойдет на вечерний праздничный семейный ужин. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Эль, расскажите нам, пожалуйста, какой вы макияж нанесли нашей модели, и что предпочтительно и подчеркивать на семейный вечерний ужин. Так как макияж до семейного вечера, поэтому он должен быть достаточно сдержанным, но при этом ярким и выразительным. При этом мы использовали такие спокойные тона. Наверное, главное – это желание всех членов семьи идти навстречу друг другу и уметь договариваться, а еще с уважением относиться к выбору своего уже давно повзрослевшего ребенка. Что ж, мы желаем всем-всем в нашей студии любви, взаимопонимания и семейного счастья. Это была программа «Чат-девчат». Увидимся! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!